Всем привет! Сегодня у меня интересная тема на повестке дня, которая звучит так — слабые связи. Если кто-то из вас читал книжку «Важные годы», то там есть глава, которая посвящена слабым связям. И вот именно про это я и хотела бы сегодня поболтать, порассуждать и поделиться своим мнением. Я поняла, что слабые связи на самом деле очень сильно мы недооцениваем. Мы привыкли опираться в своей жизни только на близкий круг, на близких людей. Но почему важна сила слабых связей? Потому что наш близкий круг, наши родные, наши близкие друзья — это, как правило, люди, которые очень с нами похожи. Мы все на одной волне. У нас часто примерно одинаковый образ мысли, мы примерно одинаково мыслим. Наши друзья могут очень часто давать нам примерно те же самые советы, которые мы сами себе дали бы. То есть, знаете, наши друзья, наши родственники, наши близкие — это такая опора, это такой фундамент, на котором мы строим свой вот этот вот мир, свой дом. Но слабые связи — это то, что помогает нам из этого фундамента выстраивать что-то такое более грандиозное. Потому что часто именно через людей, с которыми мы не так тесно знакомы, а знакомые знакомых, вот именно через таких людей очень часто приходят новые возможности. Потому что наш круг, он повторяет наш образ жизни часто. То есть мы собираем вокруг себя людей, схожих с нами. А вот как раз-таки слабые связи — люди, с которыми мы не в очень тесном контакте, с которыми мы где-то пересекались на каком-то мероприятии, у кого-то на вечеринке, там, я не знаю, может быть, учились вы с кем-то. То есть такие люди, возможно, кто-то, кстати, в Инстаграм на вас подписан или вы на кого-то подписаны. И вот люди, с которыми у вас нет вот этой такой тесной связи, тесного общения, вы, возможно, виделись вообще один-два раза в жизни и больше не пересекались. Но в вашем поле условно есть такой человек, такие люди, которыми вы не поддерживаете связь, вы не общаетесь с ними. Но в случае, когда у вас возникает какой-то вопрос, вам нужно решить какую-то проблему, найти какой-то контакт, именно эти люди чаще всего могут вам помочь. Потому что их диапазон, их область, она бывает отличная от нашей. И, соответственно, в нашей системе мы не можем выйти вот за какой-то новый предел. А эти люди, они как будто бы вот вовне, и мы можем через связь с ними расширяться и находить что-то новое в нашей жизни. И вот эта мысль, она на самом деле очень, она очень крутая. И если вы обратите внимание, наверняка в вашей жизни тоже были разные ситуации, когда помощь приходила извне. Помощь приходила от каких-то малознакомых людей, от каких-то знакомых-знакомых. То есть вам, может быть, кто-то дал чей-то контакт, и вот этот человек вам помог. То есть, представляете, да, насколько наша сила, влияние и вообще возможности увеличиваются, если мы будем это держать в голове и как минимум стараться расширять вот этот круг слабых связей. Опять же, повторюсь, это не люди, с которыми вам надо постоянно общаться и постоянно поддерживать связь. Но это люди, с которыми в любом случае у вас какая-то ниточка между вами есть, но она такая тонкая, еле заметная. Но в случае чего, в случае необходимости по этой ниточке найти вот этот контакт с каким-то человеком, который вам может что-то новое дать, открыть, помочь, дать контакт и так далее. И вот эта мысль мне очень понравилась, потому что люди, которые не из нашего близкого круга общения, они отличаются от нас, они не похожи на нас. И они могут элементарно даже дать вам абсолютно другую обратную связь. Вот вы разговариваете, поделились с какой-то ситуацией, что-то рассказали, и человек извне вам может дать абсолютно другой совет, абсолютно другую интерпретацию происходящего, нежели ваш близкий круг. То есть близкий круг — это те, кто вас поддерживает. Они могут не сказать вам что-то в лицо, они могут как бы оберегать вас, они могут из своих страхов просто тоже что-то вам не сказать. Но люди, которые, в принципе, не в тесном контакте с вами, они могут вам дать более объективную, более честную обратную связь. Или даже просто их мнение отличается от мнения ваших знакомых просто потому, что они крутятся в другой среде, в другом круге общения, у них абсолютно по-другому складывалась жизнь, и, соответственно, их видение мира может отличаться. И поэтому, слушая мнение извне, вы можете сделать выводы и действовать, основываясь не только на том, что, например, близкие говорят или что вы чувствуете, но также и посмотреть на мнение со стороны. И также с какими-то контактами, помощь в съёме квартиры, помощь в поиске какого-то контакта, доктора и прочее, найти работу. И в этом часто могут помочь люди, которых мы назвали слабые связи. Поэтому обращайте внимание на то, расширяете ли вы этот круг слабых связей, выходите ли вы в люди, общаетесь ли вы с другими людьми. Потому что в какой-то момент эти слабые связи могут очень круто вам в жизни помочь и быть вот прям в нужный момент, в нужное время. Вот такая мысль. Надеюсь, вам было интересно. Всем спасибо. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк, подпишитесь или напишите комментарий и дадите обратную связь. И, возможно, расскажете какие-то свои истории, как люди, с которыми вы не в тесном контакте, как раз-таки слабые связи, вам очень сильно помогли и дали, открыли новые возможности вашей жизни. Мне будет интересно почитать комментарии. Всем спасибо за внимание. Ждите новых видео.